Муж-индуист Но бывают в жизни обстоятельства, бывают в жизни обстоятельства объективные. Ну вот вы ради мужа своего любимого едете куда-то, где нет церкви. Но ведь это не на всю жизнь, это на три недели. Восполняйте Иисусовые молитвы. Я вот с сестрам недавно говорил, вот смотрите, Бог чистейший дух, который не оформлен и в связи с этим не ограничен никакой формой. Он чистейший дух, он не имеет формы, потому что любая форма его ограничивает, его совершенство. Но так как нас он создал в формате этого мира, ради нас он входит в форму, чтобы стать нам понятным, осязаемым, в кавычках осязаемым. И ради нас он умаляется, смиряется и входит в форму хлеба и вина, тела и крови. Ведь бы мог он нас просветить и безвидно, безобразно, так как его видели отцы и сихасты, которые достигали уже совершенства, созерцательного совершенства. Но так как это явление очень редкое в нынешнем греховном состоянии этого мира, мир стал дебилым, грубым, который от духовного состояния приходит все более материальное, грубое. И этому миру трудно жить Бога и строить отношения. Вот так могли Григорий Паламаг и Семен Новый Богослов жить Бога в нетварном свете, в неоформленном. И поэтому Бог входит в форму тела и крови, хлеба и вина, чтобы нам, оформленным, стать понятным. Это слово «таинство», мы не можем понять, как это происходит, что Чистейший Дух вдруг соединяется с материей и становится в полном мере телом и кровью Христовыми. Это таинство, которое мы живем как факт, но не понимаем его природы и никогда не сможем понять, как это могло соединиться. Очень похожее таинство, таинство умно-сердечной молитвы, когда Бог соединяется не с материей, а с именем, со словом. Это могут понять отцы, кто занимается Иисусовой молитвой. В какой-то момент для них имя Божие выходит из формата слова и входит в саму личность Иисуса. Когда Он теснит Иисусову молитву в сердце, в какой-то момент это происходит. В Его сердце наполняется уже не словом, не именем, а самим Христом. Каждая Иисусова становится самим Христом. Иисусе, 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 Иисусе. Если вы три недели по объективным причинам не можете причащаться телу и крови Христовых, вы можете три недели пытаться наполнять свое сердце именем Христовым, с которым связано духовно и таинственно непостижимо сам Христос со своим именем связанным. Иисусе, Иисусе. Вот это надо иметь опыт, чтобы понять, о чем я говорю, потому что кто-то даже сейчас может осудить меня. Поэтому Мария Египетская сколько лет прожила в пустыне, причащалась накануне ухода и в конце своего подвига. Чем она питалась? Она питалась божеством, которое входило в форму слова. Она теснила это слово в сердце.